Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать как из Raspberry Pi 2 сделать радиостанцию. Нашел небольшую статейку, попробовал, в принципе все работает. Давайте расскажу, что для этого нужно. Нужен примерно 20-ти сантиметровый провод, желательно такой не тонкий, как обычно покупаются проводки для соединения датчиков с Raspberry Pi. Подключается он если взять 20-ти сантиметровый провод, у него радиус действует примерно 100 метров. Подключается он к GPO-4 седьмой разъем. Значит, что еще нужно? Смотрите, заходим на Raspberry Pi у меня Raspberry Pi чистая, новая, без чего-либо. заходим в привилегированный режим. Переходим в каталог Home. Есть. Значит, что мы делаем? У нас архив будет с программкой для радио в ZIP, поэтому скачаем ZIP программу. ZIP и ставим ключ для того, чтобы согласиться к установке. Чтобы при середине установки не вводить клавишу Y, дабы согласиться. так. Так, ну что ж, ZIP у нас скачался. Вот. Теперь нужно как бы эта программа у нас в облаке находится, надо с облака ее скачать. Вот у нас ссылочка. Мы подключаемся к ней, сейчас скачается. Все. Архив у нас скачался. Мы можем посмотреть, что вот он у нас имеется. Вот. Теперь нам нужно его распаковать. Распаковываем команды unzip ну и название архива. Все. Распаковка закончена. У нас появилась папочка pi2.fm Заходим в нее. Нашли. Здесь у нас четыре файла. Вот. Как бы я этот архив еще на компьютер скачал. Вот. Вот. Вот у нас четыре файла. То есть есть скрипт питоновский. Вот. Программка. файл и сам файл в формате wav который мы будем транслировать. Вот. Значит сейчас я вам его покажу. файл. Одну секунду. Сейчас запустим проигрыватель. Проигрыватель запустился. то есть у нас файл этот транслирует музыку из звездных войнов. Вот. То есть при тесте мы будем слышать на определенной частоте которую вы настроите звук из звездных войнов. Так. Ну что ж. Значит что нам первым делом нужно сделать. Скомпилировать программку. Вот. Значит эта команда у нас выполняется таким образом. Так. все скомпилировали. Никаких ошибок не вывалилось. Вот. Ну и что. Начинаем трансляцию. Трансляция у нас выполняется таким образом. То есть вводим точка, слэш, название программки, название файла и частоту. Вот. Например 108.0. На этой частоте у меня нет радио. Вот. И рекомендуется использовать только гражданские 27 МГц частоты. И FM частоты от 96 до 110 МГц. Чтобы не было проблем с законом. Так что аккуратней. Вы все делаете на свой страх и риск. Вот. К сожалению у меня радио нету. Вот. Чтобы вам показать на видео отдельно еще как я поймал эту радиостанцию и услышать вещание. Вот. У меня как бы есть в старом телефоне радио. Но там только с наушниками играет. Поэтому звука все равно не услышите. Вот. Но я вас уверяю. Я ее поймал. Звук есть. Как бы все работает. Единственное он прерывистый. Потому что я без антенны это все делал. Вот. С антенной должно быть все стабильно. Все работает. Еще я погуглил. Есть всякие программы которые записывают звук именно в формате WAV. Да. Чтобы транслировать можно именно свою речь. Вот. Ну что ж. Этой командой мы нажимаем. Вот. У нас пошла трансляция. Теперь мы на этой частоте услышим нашу музыку. Для окончания вещания нажимаем Ctrl C. Все. Вещание закончено. Так. Ну что ж. Извините конечно за то что не показал как именно ловит. Но. Что есть то есть. Вот. Если понравилось видео ставьте лайки. Вот. Подписывайтесь на канал. Будет много всего интересного. Всем удачи. Добра. Позитива. Всего доброго. Пока-пока.